Всем привет, ребят! С вами Лего. И, в общем-то, сейчас очень такая популярная тема, на самом деле. Это паблик и YouTube-канал IGM, да? Или EGM в просто народе. Сейчас стало очень популярно, что ли, обсуждать или гнобить этот паблик, говорить, что здесь не настоящие призы или, наоборот, настоящие призы. Но правду-то, по сути, никак не узнать. На трансляции самое интересное, что реально показывали, что разыгрывали призы через приложение random.org. И, в общем-то, их было около тысячи. Давайте попробуем разобраться во всем этом. Я не принимаю ни сторону за и ни сторону против. Сейчас объясню, почему. Допустим, если бы я был за EGM, то, естественно, я бы тоже сделал репост, нажал бы «Мне нравится» и потихоньку-потихоньку бы контролировал ситуацию и ждал бы 13 августа для того, чтобы, может быть, хоть что-нибудь урвать на халяву из тысячи призов. Но я этого не сделал, потому что я знал, что все равно а, я не выиграю, б, мне кажется, бесплатный сыр только в мышеловке, что я получал на халяву за всю свою жизнь от репостов. Я когда-то тоже этим занимался, то есть репостил различные розыгрыши, когда еще даже у меня не было YouTube-канала. И на самом-то деле я ничего не выиграл. Пускай можете писать в комментарии, что бесплатная сейчас идет реклама на EGM, то есть я же тоже сейчас сижу в ихнем паблике, да, и смотрю, чем они занимаются, что они делают. Вообще, мне кажется, что либо у этой организации много денег, либо реально нас наебывают. Есть такие два человека, Рязан и второй его друг. Я не помню, как его ник. В общем-то, у них, у каждого тоже были свои YouTube-каналы, то есть они, у них и сейчас есть эти YouTube-каналы, они поддерживают там какую-то активность, дабы совсем не скатиться в нули, потому что ведь они работают на паблик EGM, EGM. И зачем они-то это делают? Мне кажется, что их могут в любой момент либо выгнать, либо они там работают на какой-то, может, процентные ставки, либо на ставки оклада. То есть они, грубо говоря, работают не на себя. Сами они на себя работают только на своих каналах, вот на YouTube-ах, которых у них там, по-моему, около 50 тысяч подписчиков, у обоих примерно. Но они, наверное, подумали, что зачем нам развивать что-то свое, когда можно пойти к дядьке, который заманит очень хорошими вещичками, может быть, и компьютер тебе подарит, чтобы ты этим занимался. И также, грубо говоря, за такой группой очень большое будущее, ведь подписчиков после ихних репостов стало уже 4 миллиона 123 тысячи. Мне неинтересно, что выиграла там какая-то баба, и эта баба стала тоже каким-то проектом. То есть у нее на странице, может быть, мы даже сейчас найдем, у нее на странице уже идут репосты по другим каким-то халявам. Также я посмотрел различные расследования. Что, уже даже нету надписи, кто выиграл, что ли? Или это уже... Или это только надо смотреть в трансляции? Может быть, я найду, а может быть и нет. Походу, дела нету. В общем-то, если бы, честно, я бы выиграл бы конкурс, то я бы, наверное, реально все контакты бы зарепостил свои. Я бы рассказал, наверное, всем своим друзьям. У моей жены бы, наверное, даже была бы эта Беха. И я бы, наверное, в первую неделю бы так бы нафотографировался рядом с ней, что, ну, реально, а почему я же ее выиграл на халяву за репост? Почему бы мне не похвастаться перед кем-нибудь? Вот эта злосчастная Беха. Далее. По-моему, девушка или девочка выиграла из Казахстана эту Беху. И пускай даже это была бы правда, да, то я бы на ее месте бы, не знаю, говорится о том, что она не сможет приехать из Москвы в Казахстан. Это, на самом деле, не так-то и сложно, потому что давайте посчитаем Москва-Казахстан. Как вы знаете, может быть, я кому-то рассказывал, я сам занимался перегоном автомобилей, а именно с Владивостока до Уфы. В общем-то, я пригнал одну машину, Мазду Демио, и... ну, это примерно где-то обходилось... сколько? 8700 километров, если я не ошибаюсь. Так, а что? А что? Москва-Казахстан, сколько КМЭ? Так, просто интересно. Всего лишь 2710 километров? Да, блин, это можно не парясь. Вот я проезжал в день примерно по 900 километров, по 1000. То есть с утра встал и поехал. То есть, естественно, кушаешь, обедаешь, завтракаешь, ужинаешь. То есть ты просто кушаешь, и все нормально, и доезжаешь. В итоге в день по 900 километров, если еще и по хорошей дороге, сделать очень легко. Здесь, даже если ты будучи какой-то школьник, у тебя есть родители, у тебя есть двоюродные братья, сестры. Я думаю, в 21 веке очень легко найти человека, который тебе твою Бэху пригонит около 4000, допускай даже 4000 километров. Это половина того, что я проезжал за полторы недели. Даже примерно полторы, да. Вот, то есть, если бы я выиграл Бэху, если бы я был школьником, естественно, я бы рассказал папе, маме. И мне кажется, они бы уж точно решили этот вопрос, как пригнать эту Бэху. Не знаю. Сейчас мы будем ждать. Сейчас как раз от конкурса прошло уже 3 дня. И будет интересно посмотреть на эту девочку, которая выиграла. Что она вообще будет в дальнейшем делать? Она, я не знаю, покажет ли, то, что она хотя бы сидит за рулем, или хотя бы в этом багажнике. Очень жалко пацана Карена или Карена, который не выиграл Бэху, и который был, на самом деле, настоящим победителем, насколько я понял. Но просто чувакам не понравилась, не понравилась ихняя картинка ВКонтакте. Не то, что картинка, а то, что профиль. Там нету фотографий настоящих, там были одни репосты от розыгрышей Доты, да, то есть подумали, что это фейк. Но, ё-моё, ребята, вот у нас даже проходит конкурс, допустим, примерно, грубо говоря, такой же, как и на IGME. У нас тоже не написано, что фейк или не фейк. Хотя бы я написал, что обязательно должна быть фотография в вашем профиле. Вот. Лутбокс мне сам, грубо говоря, предложил замутить такую фишку, чтобы я одну коробку разыгрывал в одну неделю. Она стоит 900 рублей. Грубо говоря, максимум то, что я мог, ну, выпросить, что ли, для своих подписчиков. И это будет конкурс реальный. То есть 900 рублей в неделю для моих подписчиков хоть как-то их обрадовать, да, хоть, ну, вот, как-то вот реально, чтобы они выиграли. И получили эту коробку. Я не знаю, что они с ней будут делать, там, потому что стикеры, картиночки, всякие штучки, игрушки и футболка, да. В принципе, вот и всё. Но здесь, но здесь просто запредельные выигрыши. Ну, иногда я разыграю, допустим, игрульки, да, какие-то, ну, настоящие. И то даже в основном, которые мне дают разработчики. Бывает такое, что разработчик говорит, на, братишка, тебе три ключа. Чё хочешь с ним, то и делай. Я один ключ активирую в стиме, два разыграю тоже по репостам, потому что это самое простое. Здесь я не думаю, что они выпросили у кого-то бэху и ещё 999 подарков. Пускай там отсекаем больше половины это копии игр, да, которые можно намутить с таким размахом канала, но остальные там компьютеры, револт, вообще какие-то нереальные просто схемы сборок, да. И, ну, извините меня. И, в общем-то, это всё разыгрывается за репост. Хорошо, если вы, допустим, противник, да, ярый всего этого дела, зачем же вы тогда репостили, зачем же вы тогда заходили посмотреть видео, якобы, да я просто так захожу, посмотрю, кто там выиграет, типа поржу. Если вы хотите, грубо говоря, сломать эту систему, но она не сломается, наши люди, наш народ настроен на халяву, и они будут всё равно до конца продолжать верить, они до конца будут пускать слюню со своей губы о том, что это якобы правда. А в итоге до своего совершеннолетия или до 30 лет ничего не выиграют, но поднимут один проект за другим. Это, я считаю, что самый лёгкий способ подняться в Ютубе, если у тебя есть много денег. Даже если, пускай, если по-настоящему ты вложил, да, 2 миллиона рублей, ты поднялся, в принципе. Но на самом деле, что посмотрим, что просмотрим? Канал, обычный канал ИГМ набрал для 274 подписчика. набрал, я бы сказал, не совсем честным трудом, то есть в основном всё по репостикам, всё по репостикам. Вконтакте намного больше людей, чем на самом канале. Я не думаю, что ИГМ это хорошее название, так как оно было ближе к игромании, и я даже помню, у них было написано игромания, там что-то сейчас, это сейчас они стали онлайн геймер, якобы, да. Вот. Что ещё можно сказать о канале? Канал создан 2013 года, и в него вложили много, грубо говоря, денег, да. Вот, в принципе, наверное, и всё. То есть, если вы поддерживаете данный канал, то, конечно, подписывайтесь на него, общайтесь, правда, здесь почему-то нельзя общаться, здесь только можно смотреть картинки, лайкать и репостать. А если вам не нравится данный канал, ну, вы просто не заходите на него, вы не лайкайте, не дизлайкайте, потому что, если вы реально хотите, грубо говоря, загнобить канал, это самое, что, не наесть рабочий способ, это просто на него не заходить, и ничего с ним не делать. Сейчас очень много будет роликов о том, что то, что EGM правы, или то, что EGM наоборот не правы, в общем-то, это уже, как бы, их дело, и дело тоже, тоже ваше. То есть, если вы хотите посмотреть о том, правда это или нет, вы можете зайти на другие каналы, которые пытаются раскрыть это дело, хотя я все равно до конца, до конца я вот прям вот такой сильной штуки раскрытия так и не увидел. То есть, можно, конечно, да, там как-то сделать свою страницу ВКонтакте, как-то можно там подшаманить рандом, как-то там еще что-то можно сделать, но, блин, какая разница, вот допустим, вы сделали сейчас кучу роликов на то, что конкурс EGM не работает, да, то есть, обманули они всех, они тем же самым способом на вас опять же пиарятся, они выпускают ролик, как не разыгрывают конкурс EGM, то есть, над вами угорают, вы на них агритесь, они над вами угорают, вы на них агритесь, они над вами угорают, выпускают ролики, то есть, сейчас, как бы, все видят то, что они не могут настолько быстро развиться, как EGM, допустим, пускай, не важно, каким они способом это делают, хорошим, плохим, главное, что они это делают, и видите, это работает, это просто как пирамида, мышеловка какая-то, в которой 4 миллиона с лишним сидят и думают, что все нишняк. Тут даже сидит половина, наверное, моих всех друзей, которые есть у меня в друзьях. Друзья в сообществе 17. Да уж, да уж, да уж, даже сам лутбокс сидит здесь. А нет, это не лутбокс. А да, вот Алексей сидит даже сам из лутбокса. То есть, мне кажется, процентов 50 игрового сообщества в России сидит на AGM и думали, что выиграют какую-то бэху. Что еще я хотел посмотреть на канале? На канале, что я еще хотел посмотреть? Так, насчет бэхи разобрались, да, она может быть правдивой, она может быть неправдивой. Приедет она или нет? Это уже, да ё-моё, что ж, Google у меня в последнее время подвисает, и я не знаю, как от этого избавиться. Давайте посмотрим. Лям 200 подписчиков, да, и под каждым видео максимум набирается 200, а то и 300 тысяч просмотров. Это максимум. И сам, естественно, конкурс говорит о том, что 5 миллионов 804 тысячи посмотрело ролик. Это означает, что 5 миллионов человек просто верят и божат о халяве. Они реально верят в нее и думают, что она правдива. Я не думаю, что канал с таким размахом имеет большое количество просмотров, но оно точно не накручено, потому что средств вложено много. То есть люди просто на этом канале сидят и думают, что они здесь находятся ради каких-то розыгрышей, ради каких-то приколов, получить халяву. Они не заходят на этот канал, чтобы посмотреть какой-нибудь видосик или ролик, да, или посмотреть, как ведущий это хорошо делает. Но IG, я так понял, он все равно подразумевается как игровой канал о том, что о новинках, да, или просто о летсплеях, обзорах какого-нибудь интернешнала или призового ПК Инвижн. То есть они все равно свято верят, что мы, игровое сообщество, мы никак не то сообщество, которое будет репостить, да, или говорить о играх. Что еще? На самом деле, на самом деле сейчас это самая нашумевшаяся фигня, которая только происходит в интернете. Я вот тоже думаю о том, что, ну вот, они, допустим, захотели это сделать, они это сделали, да. Вы тоже можете, грубо говоря, так сделать или разыгрывать. Это же не ваше дело, по сути-то. Но, допустим, вы хотите добиться какой-то такой справедливости, что ли, или еще чего. Так если вы такой ярый фанат справедливости, идите и разбирайтесь с Россией. И в России намного больше проблем, понимаете, чем разбираться на тему IGM, что они разыгрывают, что они делают. То есть идите, разберитесь на такие темы, как маленькая пенсия или самый минимальный мрот, это там 7 тысяч рублей. Мне кажется, вот если вы этими делами будете заниматься, то есть нужными, да, расследователями Шерлока Холмса, да, будете играть. Там о Путине, или Медведеве, или еще ком-нибудь, или о Штатах, там, я не знаю. Ну, то есть куда-то в более такую, свою энергию выделять в более какое-то интересное русло, да, для общества, то есть для полезности общества. Пускай IGM обманывают, да, вас. Ну, что из этого-то? Пускай не обманывают вас тоже. Кто-то по-настоящему, да, выиграл. Что это изменит? Они дальше будут заниматься, допустим, конкурсом, они дальше будут развивать канал. Вы-то будете только его хитить, вы не сделаете этот канал лучше, или вы не сделаете этот канал хуже. То есть, допустим, лайкая или дизлайкая этот канал. Дизлайкайте вы его, канал становится популярным. Лайкайте канал, естественно, канал становится популярным. Если вы просто на него не заходите и отписываетесь, только тогда они уже будут думать, что что-то здесь не так, что-то здесь идет не то. У нас канал не набирает, грубо говоря, хитеров и не набирает наших фанатов-подписчиков. Но даже когда они будут падать, допустим, я говорю, допустим, что уже практически нереально, потому что цифра в подписчиках очень большая. Они сделают опять репост, опять замутят халяву, вы опять все пойдете, вы опять будете все говорить, что якобы я сюда просто посмотрит зашел, да, я даже не репостил, ничего не делал. Но вы все равно создадите ту самую массуху, в которой даже сами не поймете, что вы являетесь, грубо говоря, этой массухой. То есть, допустим, частично я тоже сейчас уже, грубо говоря, записан в эту массуху, потому что я рассказываю, как бы, или повествую о всем о этом. Но я говорю, я нейтрально расположен к IGM-у. Люди-то все равно там стараются, ведущие, да, они делают что-то, они делают для вас, они делают какие-то там обзоры, да. Они же все равно что-то вкладывают для вас-то по идее. А вот насчет конкурса, я не знаю, просто, может быть, эти ребята уже играют по-крупному, и, может быть, вас это бесит. Но, а может быть, они вас обманывают. Но, тогда покажите мне такого человека, который не обманывает. И как он сейчас живет, и что он сейчас делает. Я говорю, сейчас так очень интересное время, то есть, либо ты берешь и мечешь, да, либо ты сидишь просто на жопе, и, ну, и ты никто, грубо говоря. У нас просто реально все так устроено. Поэтому, даже и не в политике, даже в играх все одно и то же. То есть, я имею в виду вот эти паблики, где есть большие деньги, там есть большой обман. Если вы не любите обманывать, я не говорю, что надо идти обманывать. Я лишь говорю, что только вы сами выбираете, во что вам верить. Вы сами выбираете, что вам смотреть. Вы все сами, вы такой же живой организм, как и я. Вы способны думать, вы не примат какой-то. Значит, вставайте, грубо говоря, с колен и начинайте думать. Смотрите те каналы, которые вам нравятся. Либо просто не смотрите, либо, я не знаю, идите порубите дрова там какие-нибудь. Ну, чем-нибудь займитесь, то есть, ну, чем-нибудь полезным. Допустим, даже если вы просто будете ходить по асфальту, это уже полезное дело. То есть, вы, грубо говоря, сжигаете калории. Это очень хорошо для вашего тела, да. То есть, что бы вы ни делали, будет, в принципе, полезным. Но хейтить канал и говорить, какие они, грубо говоря, плохие, вот это уже называется, что вы просто ничего не делаете. И, грубо говоря, вы, ну, полубиомусор такой, который просто ходит, грызется, грызется, рычит, гавкает, гавкает, гавкает. А в итоге, итог-то какой, ничего не изменилось. Это то же самое, как, грубо говоря, сейчас пойти и сказать, что Россия – это не Россия. Россия – это, на самом деле, рухея какая-нибудь, да. Типа, блин, все неправда, все неправильно, неправильно назвали. Это не Россия, это рухея же, рухея. И будете вот, ну, обзывать, обзывать, говорить, а фактов никаких нет. Где факты вот прям вот конкретные, что где-то там неправильная страница или еще что. Ну, вот конкретные факты где. Пускай даже обманывают, но, блин, но в это люди верят. Я же еще раз повторяю. Не вы обманывайте, вас будут обманывать. Нехорошо обманывать, ну, ладно, все равно кто-то-то будет другой обманывать. Так что, по сути, как бы сейчас мое обращение было не с целью разобраться, да, там, как, что на самом деле было. Таких роликов сейчас полно. Уже, наверное, две или три страницы Ютуба заполнены брызганием слюны в ИГМ о том, что они обманули вас, да. Мой ролик просто говорит о том, чтобы вы просто больше задумывались о себе. Просто вот с целью со стороны, да, посмотреть. Ну, разыграли конкурс, ну, разыграли, ну, пускай, ну, уйди ты, уйди ты, говорю, говорю, отсюда. Ничего не делай, не биомусори в комментариях или не доводи до какой-то там правды или неправды. Занимайся, грубо говоря, только тем, что тебе нравится. Я, конечно, не знаю, есть ли такие люди, которым очень сильно нравится хейтить, что ли, но где в этом тогда польза? Вы же за свой хейт, что вы получаете? Я не знаю, денег вы не получаете за хейт. Моральное оскорбление друг с другом вы получаете. То есть, вам нравится, что ли, когда вы кого-то обзываете и когда вас обзывают? Ну, мне кажется, это уже как-то морально глупо. В общем, в общем, что, что, что? Дело за вами, выбирайте, смотрите то, что сами хотите. В принципе, и все. Спасибо вам всем, что посмотрели 23 минуты. Отборные аналитики. С вами был Лего. Не забывайте ставить лайки. Всем пока.